Может использоваться в полтора слоя, соответственно, в два слоя. Прозрачный лак. Двуслойный будет из пистолета 3300 с DUSE 1.3. 4600 мы нанесем в полтора слоя. Я здесь поставил DUSE 1.4. Друзья, я приветствую вас на нашем канале Finishing Group. И с вами я, Сергей Редионов. Друзья, мы продолжаем обзор наших лаков, соответственно, в связке с нашим оборудованием. Вообще лаков, не наших лаков. И сегодня у нас продукт из линейки А1. Это 627 лак Diamond Clear. Достаточно широкого такого применения. То есть может использоваться в полтора слоя, соответственно, в два слоя. Без разбавителя. Может быть, собственно, и с разбавителем. Соль, перец по вкусу. Соответственно, мы его попробуем в стандартном нашем, так сказать, вариантах. Это лежащее положение капота, соответственно, это стоячее. И сделаем полтора слоя и два слоя. И посмотрим, насколько он хорош, как о нем говорят. Мы смешали лак. Мешается лак у нас 2 к 1. И от нуля до пяти процентов разбавителя идет, согласно ТДС. Слухами сказали, в принципе, они не добавляют. Соответственно, я тоже добавлять не буду, потому что вязкость вполне себе нормальная. Прозрачный лак. Очень даже прозрачный, на мой взгляд. То есть время покажет, как он будет себя вести при эксплуатации. Наносить мы будем его из пистолетов Сагула 3300. Бюджетка наша. И, соответственно, 4600 премиум. Поскольку у нас будет два вида нанесения, то есть полуторослойная и двуслойная. Соответственно, двуслойная будет из пистолета 3300 с дюзой 1.3. Соответственно, 4600 мы нанесем в полтора слоя. Поскольку надо второй будет слой немножко поддалить. Я здесь поставил дюзу 1.4. Соответственно, посмотрим, как он себя будет вести на увеличенном диаметре. Вот. Такой план. Заряжаем, наносим, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, мы нанесли и, собственно говоря, отсушили наши капоты. И эпитеты, которые приходят в голову после работы с ним, это удобный, наверное, понятный и прогнозируемый. Потому что, в принципе, вы шагрень сделать на нем, ну, по большому счету, любую, наверное. Он очень хорошо растекается на горизонте, если хотите его, скажем так, подвалить. То есть, хотите сделать гладкую, отсутствие шагрень, то есть, рояль, скажем так, вы это сможете сделать. Хотите оставить, допустим, какую-то шагрень, немножечко побыстрее проводку сделать, и, в принципе, она останется. Вот. Может быть, у него, скажем так, неидеальное смачивание там, да, или там розлив, да. То есть, он, в принципе, по большому счету, остается такой, как и вы нанесли его, да. Вот. Но при этом, в принципе, его не надо вколачивать. То есть, он достаточно нормально наносится на поверхность. Вот. Вот. Но шагрень остается по-большому что-то такая же, как и была. То есть, немножечко она подтягивается, да, особенно на горизонте. Вот. Но в любом случае, что-то сильного, так сказать, какого-то построзлива вы не ожидаете. Вот. Поэтому из 1,3 на горизонте было вполне нормально. То есть, он хорошо разлился, в общем-то, прогнозируемо, да. То есть, где у меня было что-то такое вот криволинейное, как бы там он в идеале, да, то есть, в рояле где-то, соответственно, плоскость, она осталась шагрень. Вот. Поэтому, если любите, скажем так, неторопливую работу, да, то есть, соответственно, и прогнозируемый результат, соответственно, либо прогнозируемое, скажем так, блокирование, да, то, наверное, 1,3 вам подойдет. Опять же, какие-то, может быть, отдельные элементы, то есть, крылья там, как бы двери. Вот. Капот только в горизонте, опять же, там 1,3 будет комфортно. Вот. Если, соответственно, у нас идет речь о вертикалке, да, опять же, большие, так сказать, какие-то детали, наверное, 1,3, конечно, будет маловато, то есть, 1,4 здесь будет вполне себе нормально. Что касается нанесения, соответственно, 1,4, как я уже сказал, будет оптимально. Значит, единственное, что нанес я здесь полтора слоя, то есть, первый слой у меня был достаточно легкий. И лично мне показалось, что немножечко он, скажем так, бедновато выглядит при таком нанесении. То есть, все-таки, первый слой на нем должен быть, если вы красите в полтора слоя, должен быть все-таки пожирнее, да, то есть, он должен быть такой около полноценный. Вот. И тогда вы какую-то линзу, скажем так, вы действительно увидите нормальную линзу, опять же. Но это касается больших, все-таки, поверхностей, то есть, капота. Потому что, все-таки, капот априори должен выглядеть, ну, богато, нормально, да, с хорошей, такой, действительно, линзой глубокой. Вот. Может быть, опять же, если мы говорим про крылья там какие-то дырки, то и там легкого первого слой достаточно будет вполне. Но вот на капоте, я считаю, надо делать бы богаче, соответственно, и первый слой должен быть уже практически полноценный. Но это, на мой взгляд, опять же. Вот. 1,4 здесь было, как бы, хорошо, но вот в силу легкого первого слоя, здесь немножечко, я считаю, надо было, на мой вкус, сделать побольше. Вот. Сушка стандартная, обычная, так сказать, все без проблем высохло. То есть, какой он был, такой он, собственно говоря, и остался, тоже очень хорошо. Вот. Глянец нормальный, то есть, никуда он не удержал, не уселся. Вот. Поэтому, в целом, как бы, мне лак очень-очень понравился. То есть, как уже сказал, хороший, рабочий, прогнозируемый и удобный. Удобный, как бы, в работе. Вот. Поэтому, вот такие у меня впечатления на этот продукт. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok